Всем привет! Это эконом-класс, канал о путешествиях и разумном потреблении. До 32 лет я жила беззаботно. Получала приличную зарплату, путешествовала, покупала тряпочки, иногда залезала в долги, когда не рассчитывала свои возможности. Но в общем все было замечательно, хорошо жила от зарплаты до зарплаты. Но в 32 года я вышла замуж, родила дочку, и мы взяли два кредита. Ипотечный, и на ремонт квартиры, и покупку мебели. Потом я разошлась с мужем и оказалась одна, с ребенком на руках и с двумя кредитами. Вот тогда я поняла, что такое финансовая задница. И вылезала я оттуда долго, упорно, в течение 5 лет. И вот сегодня я хочу рассказать вам о своем опыте и о тех 5 шагах, которые я сделала для того, чтобы вылезти из долгов и начать медленное, но верное движение к своей финансовой свободе. Итак, я начала вести учет расходов. И выяснилось, что 10, а иногда и 20 процентов моей зарплаты улетает непонятно куда. Купила шоколадку, купила бутылочку вина, одну-вторую. Купила какую-то дребедень, вот так, для поднятия настроения, и забросила непонятно куда. Так вот, вся эта мелочь, как говорят, рубль-копейку бережет, вся эта мелочь к концу месяца набегает на 10-20 процентов. А это не хухры-мухры. Далее. Я поняла структуру моих расходов. Сколько денег уходит на постоянные расходы, временные, и сколько я могу откладывать. Ну, тогда, конечно, ни о каких докоплениях речи не могло идти, но, по крайней мере, я понимала, куда уходят деньги. И после того, как я поняла структуру своих расходов, поняла, куда уходят деньги, на какие нужные и ненужные вещи, я сделала следующий шаг. Я попыталась сократить некоторые свои траты. Говоря умным языком, я оптимизировала свои расходы. Благодаря весьма нехитрым правилам, казалось бы, очевидным и простым, мне удалось сократить траты на питание где-то на 10 тысяч в месяц. А ЖКХ на тысячу и около двух тысяч я сэкономила на всякого рода досуговых развлечениях, ресторанах и культурных мероприятиях. Хочу сразу сказать, что оптимизация расходов ничего не имеет общего с отказом от всех удовольствий и привычных вам продуктов и развлечений. То есть все осталось как прежде. Я также нормально питалась, я жила в хорошо отапливаемой квартире, я развлекалась, ходила с друзьями в ресторан, но я научилась тратить на это меньше денег. Так вот, в совокупности, оптимизировав свои расходы и сократив траты по некоторым статьям расходов, я сэкономила в месяц где-то около 30-40% денег своих. И у меня появилась возможность сделать следующий шаг к тому, чтобы выползти из своих долгов. У меня появились деньги для того, чтобы рассчитаться с долгами и кредитами, и все, что у меня оставалось, я отправлял на погашение кредитов. И в первую очередь я гасила наименее выгодные кредиты, то есть там, где выше процентная ставка, и там, где какие-то есть дополнительные выплаты. После того, как со всеми долгами я рассчиталась, я сделала пятый шаг. Итак, я научилась не жить от зарплаты до зарплаты и откладывать деньги каждый месяц. Эти деньги я отправила на погашение кредитов, и после того, как у меня не осталось долгов, я начала формировать финансовую подушку безопасности. У каждого из нас разные финансовые состояния, поэтому кто-то может откладывать 10% в месяц от зарплаты, кто-то 50%. Но если брать такую оптимальную структуру расходов, куда должны идти деньги, американские ученые ее создали, такую, знаете, среднестатистическая температура по больнице. Так вот, для среднестатистической российской семьи оптимальна следующая структура распределения своих денег. 50% вашей зарплаты должно уходить на постоянные расходы. Речь идет о питании, услугах ЖКХ, транспорте и прочих расходах, которые вы совершаете в течение месяца. Около 30% вашей зарплаты, вашей прибыли, доходов, у кого как, должно уходить на временные расходы. Это путешествия, покупка одежды, всякие досуговые мероприятия, рестораны, кафе и всякая другая развлекуха. И 20% вашей зарплаты должно уходить на формирование запасного фонда или финансовой подушки безопасности. Каждый называет это по-разному. И после того, как финансовая подушка безопасности создана, вы начинаете воплощать в жизнь свои финансовые цели. Но об этом позже. Это уже как бы следующий шаг к вашей финансовой независимости. Пункт номер 5. Это делать все без фанатизма. Я жутко ненавижу быть должной кому-то. Поэтому я решила отказать себе во всех радостях жизни для того, чтобы погасить кредиты. Я не путешествовала. Я практически не ходила в рестораны. Я не покупала себе одежды. Что в итоге получилось? В итоге получилось, что мне так это все надоело. Жизнь вообще потеряла всякие краски. Я отправилась с подругой в Польшу. Там, в общем, тратила направо-налево, чтобы компенсировать все те потери, которые я понесла от того, что отказывала себе во всех удовольствиях. В общем, отдавайте кредиты, создавайте подушку безопасности, но без фанатизма. Оставляйте себе немного денег на удовольствие. Вот понимаете, финансовая диета с чем-то схожа с настоящей диетой жесткой. Вот женщины, мужчины, которые сидели на этой диете, знают, что рано или поздно ты все равно сорвешься. Сорвешься и сожрешь что-нибудь архи-жирное и архи-неполезное. То же самое происходит и с финансовой диетой. Если отказать себе во всем, держать в потной руке копеечку, то вы сорветесь. Поэтому для того, чтобы этого срыва не было, позволяйте себе удовольствие и откладывайте эти деньги на удовольствие. Итак, я сделала эти пять шагов, в результате которых я решила три главные проблемы. Я научилась тратить меньше, чем я зарабатываю, рассчитала с долгами и с кредитами и создала финансовую подушку безопасности. Что дальше? А дальше нужно сделать следующие шаги. Первый шаг – это формирование финансовых целей и создание финансового плана для достижения этих целей и создание пассивного дохода. Что касается первого пункта, то цель принято делить на три части по их длительности. Есть короткосрочные цели, те, которые вы должны реализовать в течение года. Есть среднесрочные цели, на них дается время в три года. Как правило, это покупка машины, покупка дачного участка, ремонт квартиры и долгосрочные цели. Это очень крупные покупки в виде квартиры, загородного дома, образования для детей и формирование пассивного дохода. И вот вторая цель формирования пассивного дохода очень важна, потому что, наверное, никто из нас уже не надеется на пенсию, а о пенсии желательно подумать пораньше. И для того, чтобы прекрасные годы жизни, когда вы свободны, дети выросли, у вас появилось много времени на себя, на свое влечение, не прозябать, считая копейки в своем потертом кошельке, а жить нормальной, полноценной жизнью. Ну и в завершение небольшие размышления о жизни. Если вы не богатый наследник, не шоу-звезда и не гениальный предприниматель, то ваш путь, у вас есть единственный путь к вашей финансовой свободе. Это умение грамотно распоряжаться деньгами. А это умение стоит на двух столпах. Разумное потребление и финансовая грамотность. Поэтому я понимаю, что это может звучать скучно, неинтересно, но подумайте вот о чем. Те дивиденды, которые дают вам деньги, это невозможность купить какую-то дорогую вещь, сорить деньгами, чувствовать себя богатеем, которому повезло в жизни. Главные дивиденды, которые дают деньги, это возможность распоряжаться свободно своим временем. Возможность работать где угодно, когда угодно и над чем угодно. Если вы имеете возможность работать неполный рабочий день, посвящать свое время хобби, общению с друзьями, общению с семьей, заботе о семье, то все это повышает ваше настроение, все это наполняет вашу жизнь смыслом и радостью и в конце концов делает вас счастливыми. Но разве эта цель не стоит того, чтобы просто немножко поднапрячься, дисциплинировать себя и вступить на этот путь, в конце которого вас ждет свобода. Не только финансовая, но и свобода распоряжения своим временем, своей жизнью и своими мечтами. Так что я желаю вам жить с удовольствием и за разумные деньги. Редактор субтитров А.Семкин